добрый день дорогие друзья сегодня хочу показать вам свою новогоднюю игрушку которую сделала для елочки года два тому назад это вот такой пряничек мне кажется это пряничек я не знаю это конечно сердечко не задумывалась как пряничек но вот этот вот выцвешивший немного цвет коричневый итальянского льна и как-то очень ловко и не специально подобранный цвет ниточек вот они напоминают мне рождественские пряничные фигурки и так давайте расскажу поподробнее вот это сердечко она сделана из абсолютных остаточков из каких-то лоску точков которые у меня лежали в запасах и собственно и лежали бы еще дальше если бы мне не пришло в голову вышить вот эту лошадку эта лошадка кусочек большого дизайна с каруселька из журнала вышиваю крестиком прошу вас прощения потому что не могла не смогла найти этот журнал у себя он точно где-то лежит но вот не получилось быстро найти а время поджимает и так у меня был кусочек равномерки от гамма вот буквально вот такой вот высоты как вы видите и вот такой ширины я вышла на него лошадку и начала думать как бы мне и оформить поняла что я хочу сделать рамку из ткани поскольку мне не очень нравится работать с клеем и пинки бы чужие мне очень нравится но сама с клеем работать не хочу если честно не умею аккуратно работать с клеем с картоном поэтому я вариант пинки по для себя отмела и решила сделать что-то вот такое мягонько поскольку вписать красиво в овал или в квадратик умнее получилось я решила надставить канву какой-то ткани вот выбрала вот такой вот коричневый материал в бежевый горошек тоже отличный вариант мне что повезло что он не белый потому что белый бы наверно так не смотрелся вот этот приглушенный бежевый он очень здорово на мой взгляд смягчает всю картинку вот я надставила кусок кусочек с вышивкой вот этой вот тканью горошек и закрыла шов кусочком кружева белого который мне реально тоже оставалось вот сантиметров десять так по после этого я хотела сделать рамку виде вальчика но вот как-то понимаете вот форма лошадки вот это вот изгиб спинки потом головка и здесь вот эти звездочки они сами мне напомнили сердечко и я очень долго корпела чтобы вырезать куда более менее приятную форму вырезала и вшила вышивку вот в такую вот тканевую рамочку изнаночку я не стала долго думать сделаю обычную гладкую потому что ли он сам по себе очень приятный но и опять же у меня идет ассоциация с коричневыми пряничными фигурками и чтобы поддержать чтобы это не было такой вот одноцветной какой-то работой я вот эту вот стоечку карусельную сделала голубым цветом и чтобы поддержать этот голубой цвет я рамочку простегала голубым муленер и ниточку которая держит игрушечку на елке тоже сделала из двух из комбинаций двух цветов коричневый и голубой но собственно чем вышивала из того и дело вышивала самыми простецкими ниточками гамма равномерочка гамма это кусочек итальянской сорочечной ткани которую из которой я что-то шила я уже не помню кружева тоже остатки валялись это шикарный итальянский лен из которой я шила сумочку я кстати давайте вставлю кусочки фотографии сейчас видео там тоже очень интересная комбинация именно коричневого и голубого к новому году это конечно никак не относится но все-таки сумки у меня уже нет я ее подарила мне хочется как-то в тему этим всем похвастаться и поэтому я конечно воспользуюсь этой возможностью ладно вернемся из лета обратно в новый год и вот к этой игрушечке она очень хорошо смотрится на елочке размер у нее приличный практически с ладонь но меньше конечно в процентов 70 от ладошки и она безусловно привлекает к себе внимание мне очень понравился вот такой вот ретро стиль игрушек и в качестве поддержки вот этой лошадки я сделала еще несколько игрушек которые на мой взгляд образуют вместе очень хороший альянс и так первая игрушка которую бы я хотела показать это вот такой вот шар это текстильный шар он выполнен полностью из ткани тут нет вышивки не отвязание ничего вообще нет единственная перекличка это цвета как вы видите в центре идет такой же такая же ткань в горошек как у лошадки дальше идет сочетание с бирюзовым цветом то есть поддерживается комбинация голубого и коричневого это сочетание выражается вот в этой контрастной ткани и в бирюзовом бисере который я использовала для закрепления вот этих вот уголочков сейчас я вот держу этот шарик в руках и мне очень хочется вот сюда на ткань которая закрывает срез добавить тоже что-то бирюзового или вот такого же белого как кружево наверное я скорее всего это сделаю тогда шарик будет очень хороший я вернее не очень не то что очень хорошая ну законченный будет дизайн я убрала сейчас у него ниточку такая же точно ниточка у меня цепляется на булавочку и я вешаю его к елке или можно просто положить вот так вот среди веточек чтобы он красиво так переливался особенно когда вот гирляндочки подсвечивает очень хорошо это смотрится этот шарик делать очень просто в интернете сейчас огромное количество мастер-классов по изготовлению таких шаров я конечно постараюсь снять свой вариант если кому-то интересно но девочки декабрь месяц вы сами понимаете что очень сложно выкрыть время хотя я еще раз говорю я очень постараюсь раньше я не делаю таких шаров потому что я видела мастер-классы только с пенопластовыми заготовками но внутри этого шарика вот видите я выжимаю внутри этого шарика обычный наполнитель типа синтепона или вот этих вот гранул синтепоновых это вот полностью весь этот шарик можно сделать своими руками от и до вот этот вариант выполнен у меня в бирюзовых и коричневых оттенках я видела шары в красных и зеленых и это конечно нечто потрясающее это настоящее рождество настоящий праздник особенно золотым бисером смотрится просто потрясающе также чтобы поддержать вот эту вот ретро ретро тему я сделала несколько вот таких сверточков это получается посылочки новогодние подарочки они конечно внутри пустые то есть это просто украшение елочки но вот такие сверточки они создают праздничную ароматную какую-то такую атмосферу и очень дрогательную атмосферу как я делала я взяла обычные коробочки по размеру подходящий вот это по моему детский кубик майкин это коробка вот какое-то лекарство здесь просто скрутила бумагу дальше раздербанила пакет вот даже видно чайных что-то там короче это был пакет который дали мне в чайном магазин когда чай покупала на развес и обычную приобычную быть бечевку вот которая в любом наверное хозяйстве есть вот если эту бечевочку вот так вот размотать там получаются вот такие красивые волнистые ниточки я ими перевязала эти подарки на некоторые навесила ключики совершенно вот маленькие малю пусины и все это дело очень красиво собрала и в общем вот такой у меня получился комплект не комплект они вроде все разные но вроде бы все объединены одной какой-то общей темой также в этом году я хочу сделать еще дополнение к этому наборчику вот из такой ткани и вот из такой ткани и вот из бирюзовой ткани у меня немножко осталось вот этой ткани я раскрыла лошадок и хочу их сшить но об этом немножко попозже спасибо вам большое за внимание творите украшайте свой мир такими прекрасными вещами рукодельными которые хранят тепло ваших сердец и передают обязательно его близким еще раз спасибо вам за внимание до скорых встреч всем пока а